Погода в Кировской области этой осенью не очень благоприятствует сбору урожая. Однако, некоторым сельхозпроизводителям мешают не только дождь и слякоть. Процесс уборки зерна тормозят еще и некоторые юридические проблемы с правами собственности. Подробности в репортаже Ивана Швецова. Кировская область находится в зоне рискованного земледелия. Об этом особенно часто вспоминают этой осенью. От работы небесной канцелярии в наших краях зависит слишком многое. Каждый сухой солнечный день сейчас на счету. И хотя урожай зерновых в этом году хороший, но даже самая современная заграничная техника не может повлиять на прогноз погоды. После этих дождей вчера пришлось машины буксировать, вставили кировец, комбайны буксуют. Тоже побуксовали прилично. Стараемся, значит, только немножко дни погожие получаются. Значит, комбайны в поле у меня дежурят, комбайнеры. Сразу включаемся в уборку. Погода. Нынче. Это будет где-то 84-85 год. Типа к этому подходят. Не пойдет техника еще. Уже начинает тонуть. В отличие от соседнего Филиппова, в Паломе работает всего один комбайн. Собственники планировали увеличить количество сельхозтехники, но к осени эту задачу выполнить не удалось. Сейчас урожай ячменя полностью спасти уже не удастся. В лучшем случае соберут только половину. Семена были получены, высеяны высококачественные, соответствовали лите. Но видите сами, что поле было подсеяно с подсевом многолетних трав и с уборкой задержались. Клевер перерос уже. Перерос и он стал выше ячменя. Сейчас же уборка будет очень затруднена. И часть, так как задержка с уборкой, часть семян уже осыпалась. Урожай, конечно, сократится. И поэтому потом взять семена высоких репродукций, в данном случае элита пойдет на первую репродукцию, то схожесть, нет гарантии, что будет хорошая схожесть. Если такая погода будет, то западет у нас много зерна в поле, останется. Будем надеяться на лучшее. Говорят прогноз погоды, говорят, что уже моронечка погоды установится. Тут надо буквально неделю хорошей погоды, мы это все убрали. Ситуация осложняется еще и тем, что собранное зерно приходится везти за 150 километров в Богородский район, в то время как свое зернохранилище из-за юридических споров закрыто. Во время транспортировки зерно нагревается, и это существенно влияет на его качество. Сменился собственник хозяйства, и зерноток закрыт. Значит, ни у тех, ни у других он не числится. И поэтому зерно убирается, семена не сушатся, увозятся в другой район. Значит, в этом хозяйстве уже хороших семян не будет. То, что если и привезут им семена высушенные, то уже там культурная примесь будет, и сортовых семян хороших не будет. Если верить синоптикам, в ближайшие недели может установиться относительно теплая и сухая погода. А значит, шанс на то, чтобы спасти большую часть урожая у сельхозпроизводителей все-таки появится. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Игорь Охотников, Вести, Кировская область.